Русские музыки У вас с Александром Башлачевым очень похожи, ну так сказать, первые абзацы в биографии в Википедии. Родители работают на одном и том же металлургическом комбинате, вы родились в один год. Мама преподавателей, даже наши бабушки были подружками. Как так? Так. Это была фраза моей бабушки, что самая красивая сирень. Наверное, некрасивая, я говорил, самая лучшая. Сирень в Коротово – это самый большой поселок вот этой местности, которая называется Улама. Откуда, собственно, образы песен. Это у Липочки Колгановой. Олимпиада Павловна. Колганова – это мама Сашиной мамы. Это девичьи. Они жили в одной поселке, в одной деревне, как это? Да, моя мама оттуда же, ну то есть корни моих предков по матери, это тоже Улама. И у него. Отец у него, по-моему, из Архангельской области, так что туда он, по-моему, не ездил. А как-то вы познакомились? Мы знакомились несколько раз. Мы знакомы были во времена дошкольные даже, когда мы, собственно, брали черенки у Липочки Колгановой. Но у нас эта сирень как-то не цвела все никак. Вот. Но это так, как-то не очень смутно было. Потом, хотя мы жили недалеко, но это были разные школы. И шапочные, и через кого-то, встречаясь в компаниях, с старшеклассниками мы тоже были знакомы. Потом мы вместе поступали на журфак питерский. Но Саша почему-то психанул после творческого конкурса, на котором всех стращали. Вот. И до экзаменов уехал. Но поскольку он был майский, а я январский, то его призыв весенний, первомайский, он его не касался. А у меня был один шанс поступать. Он мог поступать на следующий год, что и сделал, поступив в Свердловск. Так дошли. Потом, в 83-м, я договорился с руководителем ансамбля «Рок Сентябрь», который выиграл вот здесь, поскольку мы на «Правде-24». В редакции газеты «Комсомольская правда». Конкурс «Золотой камертон», по-моему, что-то такое страшное было название. Что-то всплыло в голове. Имя Юрия Филина. Юрий Филинов, да, это проводил, да, и периодически там опечатался также человек с подписью «Атроицкий», но мы не знали имени Андрея, Александра, Антон, кто он там есть. Вот. И Слава Кобрин, так звали, Царствие на небесное тоже, руководитель «Рок Сентября», лауреата, значит, всесоюзного конкурса, назначил мне время, а я уже работал в газете «Вологодский комсомолец», назначил мне время в городском доме культуры, где его отец был директором, по-моему. Ну, вот, я туда пришел, там я встретил Саша, потому что, оказывается, Кобрин боялся давать интервью, а Саша был текстовиком группы «Рок Сентября», но я не знал об этом обстоятельстве, что это вот… То есть вы не ожидали его там увидеть? Нет, не знал, что это тексты, ну, откуда знать, это самодеятельный коллектив. Вот. Вот тогда мы познакомились уже окончательно, и вот там, в 83-м, 84-м году мы, я думаю, виделись каждый день, а то и по два раза в день. Уже в Череповце? Да, конечно, в Череповце. Да, он вернулся, соответственно, закончив на год позже меня. Длинно мы как-то это все. Он работал в газете, вы работали в газете? Я работал в областной газете, он работал в городской. Газеты были одна, другой хлеще. Значит, я работал в Волгозском комсомольце, бывшая сталинская смена. Он работал в газете «Коммунист». Ныне газета называется «Речь». То есть аккуратно, как кадетская до революции. Вот что такое было работать в городской газете молодежной? Или это не молодежная газета? Нет, какая молодежная. В газете городской в 83-84-м году. Это партийная газета и отдел партийной жизни. Там, значит, был завотделом, который курировал партию, про парт работу писал. Зам-завотделом, она писала про профсоюзы. И вот он единственным корреспондентом был, который... Это вот тебе надо писать такие тексты, как из рассказов Сорокина. Нет, можно было... Про удои. Мы хитрили мы как-то этот самый... Нет, конечно, это была мутатемь, все страшное вообще. Но мы хитрили и находили способ. И Саша мог придумать какую-нибудь рубрику под названием «Семь нот в блокнот». Это цитата. И там писать Пророк. Вообразить в Череповецкой городской газете. Ну и я там, черт, все время. У нас страничка Пророк музыку называлась «Гамма». Но она мне так досталась. Я пришел в Вологодском комсомольце, там есть страничка газеты про современную музыку. Пророк нельзя было писать. Надо было писать... Я отказывался писать вокально-инструментальные ансамбли, но Руба тоже было нельзя. Я аккуратно писал ансамбли. Это не так все-таки... Ну, все-таки ансамблем он является, не оркестром же. Вот. Поэтому нет. Как-то мы выкручивались из этого положения. Ну, глобально, конечно, это была абсолютная тоска. И мы хорошо помню, как провели день, когда после Андропова пришел Черненко. У меня каких-то лишних пять рублей было. И на обеденный перерыв... Особенность была в том, что телефон там был один в отделе партийной жизни. Поэтому зав. отделом партийной жизни снимал трубку. И нужно было, значит, назвать Башлачева. И, в общем, это как-то деликатно. Нельзя было слишком часто. А у меня телефон прямо стоял на столе. Я был редактором тогда еще и молодежных программ областного телевидения. Оно находится в Череповце. Ну, завод просто построил. В Волоке, маленький город. Вот. И, значит, мы пошли в ресторан-гостинице «Ленинград». Это на полпути. Так мы обычно встречаемся. Ну, оттуда по бульвару доменщиков идти. Мне по улице Менделеева. Вот. И там мы чего-то там выпили, закусили, наимевшуюся у меня пятеру. И пошли каким-то кружным путем. Он меня как бы заводил на студию, провожал. А потом, чтобы идти... И тут коллега со студии сообщили, что вместо, значит, Андропова Черненко. Мы решили, что в связи с этим незачем работать. Тем более... Надо возвращаться в ресторан. Нет, уже на это мы не тянули. Уже что-то было прикуплено просто так. И пешедральчиком. Вот тоже был такой вот разъезжающийся, неубранный снег. Мы потопали на улицу Энгельса, где жил Саня. Купили на площади металлургов что-то. Вот сейчас помню гастроном, который справа. Потому что слева там тоже гастроном. Я думаю, что это было по 2.30 болгарской механжийской. Вот. Да. И сидели мы обычно у него, потому что он курил. Его отец курил. И у них было принято курить дома. А у меня отец не курил. И я не курю всю жизнь. И, в общем, у нас не это... Некосцентринное. Ну да. Ему все время то на балкон у нас выскакивать, то на лестнице. На лестнице тоже как-то не очень. В общем, с этим было у нас затруднительно. Я вдруг как-то вспомнил, как же мы тогда сидели столько времени с приехавшим Троицким. И Саша перепел тогда ему все песни штук 25. И уж три там у бутылки сухага убрали. И как он же за все это время ни разу не выскочил курить. Ну так, видимо, было важно, чтобы Артемий это слушал все нон-стопом. А что такое было общение за пределами этой тоски? Вы выпивали, вы обсуждали книжки, не знаю. Нет, ну, простой говоря, мы обсуждали и книжки, и политику. И Саша пел. Я был одним из первых слушателей, а в каких-то случаях и первым слушателем тех песен, которые писались тогда со страшной скоростью, просто там, не знаю, две в неделю. Вот какая-то такая. Потому что к началу лета, когда приехал Троицкий, вот такой блок был где-то 25. Где было уже все. Ну, то есть все до времени колокольчиков? Время колокольчиков уже было, когда приехал Троицкий. Вы были удивлены, когда он начал писать? Вот в нем было что-то до этого, ну, как говорят, была в нем какая-то особенная стать с детства, искорка в глазах? Нет, нет, нет. Мы были очень похожими вот в этом смысле. Такие вот оба в журфак, все, мама преподаватель, старшие дети. У меня младший брат, у него сестра Лена. Вот. Ну, в общем, все прям со всем. Значит, и когда он это запел, заголосил, это Пугачева так говорила про его пение. Вот. Это было неожиданно, и это было очень острое чувство, что у меня было тогда, и с ним я живу все эти годы. Стало быть, уже 35 лет, что это он за меня. И за меня тоже. То есть за себя, конечно, но то, что я сам, вот я, как это, корчится улица без языка, и нечем говорить и разговаривать. Вот я не мог, я не могу, я не умею играть, я не могу рифмовать даже просто, не только что, таким образом себя выражать. Но вот это общее чувство, которое было связано и с вот этими уломскими корнями, с одной стороны, а с другой стороны безысходкой, типа вот умер Андропов, пришел Черненко, найдите не менее девяти отличий. И мысль, конечно, что они весь наш век так заедят, что мы так и помрем при них, так это будет длиться без конца. И это тоже, конечно, все обсуждалось, и книжки. У нас различались вкусы сильно. Саша очень любил тему самоубийства. И много про это говорил. Мне это всегда так не нравилось. Я вот как-то, ну вот, ну все мне прям. А у него были любовно переплетены, так-то готически, как бы сейчас сказали, оформленные, игра в бисер, степной волк, вот все. Переплетены из журнала? Из иностранной литературы переплетены, обложка сделана самопальная, и потом в ламинат какой-то, ну тогда это не ламинат, какой-то был, он был гнущийся такой, переплет получался. Вот это вот все у него было. И еще мы обожали изгаляться над советской властью, ну хотя бы так, читая куски из пьезы Бани. Изобразите, что вы были не кем, а стали всем. Пританцовываете налево с видом второго интернационала, труд и капитал кого-то, мактеров напитал. Потому что вокруг вот свела пышным цветом эта халтура. И вот этот ужас еще от того, что ведь тебя заставят, ты будешь писать, как они. И они будут тебе говорить, когда ты более-менее попадаешь в струю, как-то ничего-то такое с говняком. Они говорят, вот-вот-вот получается. Вот. И ты же видишь, вот они тут все монстры такие за 50 там с лишним лет, но они все, они на этом квартиры заработали, дачи построили, жигули у них и все. Это же такая же была мерзость, что и вот на этой улице, правда? Ну, там только районного разлива, что еще мерзотнее. Вот. Конечно, это все нас занимало. Это была наша жизнь, и она у нас тогда вот была ноздря в ноздрю, за исключением гигантским, выраставшим неделя к неделе, и дорожшим, вот когда там Тема приехал, типа в июне там что ли. 85-го? 84-го. 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 Это зима с 83-й на 84-й. Это была самая такая горе-горькая. Самая тухлая. Да, да. Не все устраивает нас в таком виде искусство, как эстрадное у Черненко. Это было постановление об улучшении идеологической работы. Я не знаю, как вы это воспринимали, но вот со стороны кажется, что действительно песни были написаны очень быстро, и он очень быстро вырос. Вот есть там... Мне не кажется, что там внутри есть какой-то рост. Нет, ну есть... Это цельный такой... Есть там песня «Слет симпозиум» или там «Ясный свет наших глаз». Понятно, из чего это могло вырасти. Вот это все, и «Слет симпозиум». А дальше Ванюша и некому берется за ломать. Он там не был, кстати, в Тимонихе. Чеслава Семьевна Тимонница, это, конечно, имеется в виду родина Василия Белова Тимониха, потому что это тоже была еще отдельная тема. Мы, конечно, в этом смысле были западниками с этой рок-музыкой. А Белов, в связи с тем, что я показал в эфире Вологодского областного телевидения группу «Магнетик Бэнд», написал статью «В правде полоса препятствий для доярки». И тут я уже думал, что мне совсем крант. Уже я больше нигде работать не смогу. Так что вот эта Тимониха, она у нас еще поэтому жала. Ну, что вот показывают рок-музыку, а в результате старшеклассницы не идут потом на ферму работать. Еще было какое-то письмо трех писателей «Зловещие», про которое Борзыкин писал песню «Три-четыре гада». А, нет, я не помню. Нет, было большее число писателей. Это когда Виктор Астафьев, Роман Солнцев и другие деятели сибирской культуры написали статью «Рагу из синей птицы» по поводу гастролей «Машины времени» в Красноярске. Ну, там хватало. Слушайте, там каждый со своим ведром, по-моему, бежал. Да, поэтому вот эта вся всякая сатира «Решил портком единогладца воспламениться и гореть». Сейчас. «Когда закружит мои мысли хмель, и день победы я не доиграю». Это было всегда. Оно там всем проскальзывало. Это вообще могло быть и второй песни, и 66-й. Это в нем жило всегда. И вот в частности, то, как это в проброс «День победы я не доиграю», я считаю, что это очень хорошо. При всей сатиричности, при том, что, конечно, «Сегодня ночью Дьявольский мороз» не является таким программным произведением, как «Уберите медные трубы» или там, не знаю, «Посашок». Вот, ну, нет, это всегда просверкивало. Вот какая-то такая лубочная статистичность. То есть все случилось сразу и мгновенно? Никакой эволюции там внутри? Ну, мне так нет. Я это все воспринимаю как цельный, нерасъединимый кусок. Нет, конечно, песни, тексты для «Сентября» — это отдельная история. Ну, понятно, они хотели сертифицироваться, выступать в филармонии. Ну, и для него это было как... Ну, просто ребятам, друзьям помочь. Вот. «Настройте ваши финдера» называлось. Это жанр такой. Это тоже его строчка. Ну, вот так. Потом был приезд Троицкого, который сыграл какую-то судьбоносную роль. Если бы не этот концерт у вас на квартире, он бы все равно стал известен? Конечно, конечно. Нет, просто ну, так ли, сяк ли. Вот. Но Артемий тогда был гуру, и он все время следил за поляной. А вдруг где чего произошло? А где там что-то? А тут, не знаю, там Ариэль на советско-американской молодежной встрече в Иркутске что-то сыграл. Не знаю, он все находил в его поле зрения. Там Ива Линна приехал в доме архитектора, неплохо выступил. Он все отслеживал абсолютно. Вот. И это было... Я познакомился с Артемием на втором фестивале Ленинградского рок-клуба, и мы позвали... Он пригласил его приехать в Череповец. Ему в Череповец совершенно не хотелось. Он поставил это условием, что я его свожу в Кирилло-Белозерский монастырь, и в Ферапонтово, и в Вологду. И вот я с ним еще, значит, крутился. Как-то я там УАЗик областного телевидения зафрахтовал. Наш редакционный УАЗик тряется на укавах. Да, да. И я ему эту программу устроил, которая, собственно, и была для него целью приезда. Вот. Ну, записали мы разговор, что без монтажа писалось. Это не так, как сейчас мы трендим сколько угодно. А тогда надо в полчаса было писать. Получасовой разговор. Что там, о чем там говорить-то? Вот. И пошли мы домой ко мне выпивать, закусывать. Конечно, с целью, чтобы он послушал Сашу. Так бы мы в тот же ресторан-гостинице Ленинград бы и пошли, где он, собственно, и поселился, Артемий. Что там, там все же, вот, пять улиц. Вот. И это квартира моих родителей была, ГДРовский такой кресло-кровать, то, что называется, вот, в которой сидел Артем. Нет, извиняюсь, нет. Саня всегда сидел здесь и на ней играл. Вот. Артем сидел на диване из третьей или четвертой песни. Он завалился совершенно на диван, вообще просто улегся и все время похохатывал. Мне это казалось совершенно неадекватной реакцией. Я настороженно как-то смотрел. Вот. Ну, а потом Артем, значит, выпьем, кстати, много раз рассказывал. Он тогда сильно заикался. А, да, это так, ребят, на, значит, эти выходные, не-не-не. Нет, да, давайте тогда в следующем выходные приезжать в Москву. Почему-то это приглашение распространилось на меня тоже. Ну, как-то. Как импресарио, да. Ну, да, вот я таким вот импресарио и выехал. Да, это был у Рыженко концерт один, другой у Лепницкого. И из концерта у Лепницкого и Саша там остался. А я пошел из каретного ряда на метро Новослободское, чтобы на 22.47 или что-то такое Череповецкий поезд был. Поэтому я даже не дослушав концерта, конечно, там это все детское было время для квартирников. Потому что мне это надо было на работу. Я-то так и остался бружуазным журналистом. Вы следили потом, что с ним в Москве происходит? Ну, в Москве и отчасти в Питере. Мы виделись много раз. И в Питере, и в Москве. И он в Череповец приезжал часто. Я помню, с ним, с Женей Каменецкой, мы ходили пересматривать фильм «Чучело». Ну, смелый, появившийся. В Череповце причем. Он в Питере типа прошел, и они хотели посмотреть еще раз. И я тоже видел, мы пошли в кинотеатр «Горн». Вот. В Череповце пересматривали, так что нет. Мы, конечно, продолжали. Ну, очень дискретно, конечно. И он как-то удалялся. Он уже не очень искал ни с кем общения, особенно последние года полтора. Вот. Я даже не сооружу, когда мы последний раз виделись. Ну, наверное, в 87-м увиделись. Ну, при каких обстоятельствах, даже уже не вспомню. Это как-то мешается. Но это каждый раз было уже... То вот 30 лет Артему, у него на квартире концерт, то там где-то... Я приезжал специально в Москву, когда был его концерт в литературной газете. Какой-то был удобный... А вот как вот эти все вещи происходили? Литературная газета, таганка... Это Артем. Это Артем в основном. Институции важные. Но Артем в результате знакомил с кем-то. Пугачевый водил Артем. Артем знакомил с кем-то. Кто-то говорил. Анатолий Васильев, который стоял в это время на таганке, ему понравилось. Он решил это таганковцам показать. Там кто-то, там Юхананов, куда-то еще повел. Вот это все. Но корнем, из которого это все росло, конечно, был Артем. В этом смысле он ввел вот в эту тусу такую полу... Ну, Москва, в отличие от Питера, уж тем более в отличие от Череповца, она была такой многослойной гребницей. И здесь границы между дозволено-недозволено, они все время плыли. И, скажем, не знаю, там ЦК ВЛКСМ вот эту музыку гнобит, а филармонии, которые к Минкульту относятся, они на этой музыке что-то зарабатывают. При этом филармонии могут закрыть. Но тогда есть гускино, как это случилось тогда с «Машиной времени», которая была запрещена к гастролям, но при этом спокойно снялась в фильме «Душа». Ну, то есть, наверное, это не лучший был способ обретения популярности, но все-таки пусть и с Ротару... С Боярским, который... Пусть и Ротару, там Ротару, они пели... Который поет за Макаревича. Все отболит и мудро говорит, да. Каждый костер когда-то горит. Так что вот это все было... И Артем тоже, с одной стороны, как-то его там прессовали, и несколько раз я был свидетелем просто каких-то скандалов, когда ему напоминали, что ему там что-то запрещено. С другой стороны, хорошо помню, как я его оформлял, его приезд, ну, чтобы купить билеты, за счет областного телевидения. Он был каким-то... На каком-то договоре в журнале «Юность». И поскольку это молодежная редакция, в которой я работал, то вот такими буквами написав там что-то обозреватель журнала ЦК ВЛКСМ Троицкий Артемий Киевович. Ну вот где ЦК ВЛКСМ, кто-то будет дальше разбирать, что там чего? ЦК ВЛКСМ. Ну, как бы это же атрибутировано, да? Тут вот индульгенция есть. Вот так. И в Минкульте Гостелерадио там это, скажем, одно, но в Минкульте мелодия. В эфир не пускают, но пластинка выходить может. Это куча... И вот в этих вот слоях, ну, сейчас ненамного... Сейчас очень похоже, да? Да, все пришло к... Ну, так мы живем. В эпоху ренессанса советской античности. Первый том на Медне. Строчка первая. Он успел почувствовать признание? Вот то, что его оценили, то, что его заметили, то, что какие-то важные для него люди говорят ему важные для него вещи. Не уверен. Не уверен, что это было нужно. Он бы так и так это все написал. не думая, что это была форма признания, потому что тогда никакой иерархии Шевчук, с которым он был знаком даже раньше, потому что он тоже выиграл этот золотой камертон. Они приехали, пытались же писаться вместе с Роксинь. Роксинь. Я с ним и познакомил собственно тогда. Сразу после этого. Даже был альбом же какой-то с песней «Башкирский мед». Они что-то успели вместе записать. Ну да, но это как бы не стало явлением, никого не перевернуло. Вот. Или там Гребенщиков, все. С Цоем они вместе работали Кинчевым в одной этой кочегарке «Зверинцевская улица». Прости, Господи. У меня есть старая записная книжка, я ее не выбрасываю из-за этого, собственно. Там все написано, как подробно проходить, как заборчик с сеточкой, как под сеточку. Там все, потому что так это найти нельзя. Ну, какое-то что-то «Зверинцевская улица, 16, корпус 2, строение 4. Пойди, найди это в питерских двориках». Да, но все это, наверное, не были легенды русского рока. Да, нет, во-первых, это самое. Во-вторых, конечно, никаких шансов не было, никаких, ни денег, ни шансов, никак-то это ничего не сколалось из этого сделать ансамбль, это записывается электричеством. Выступление на фестивалях рок-клуба он там был слишком неформатен, и вот между там, не знаю, кино и Алисой при всех наилучших взаимоотношениях там и там и при знаниях с той и с другой стороны он для публики смотрелся, ну, что это такое выжил, орет, одна гитара, ту слыхать плохо, там вечно было, ну, понятно, какое там было оборудование. Когда там все гремит, так оно еще что-то доносит. А так это не доносилось, и получалось, что квартирник на 25 человек это и есть его оптимальная площадка. Поэтому вот с признанием даже вот с таким, как, не знаю, как в фильме Динара Асанова «Мир и дорогой любимый дизайн», когда хотя бы 400, там 500 человек сколько лизало в этот Рубинштейн, на 13, я не помню, да, но когда они все вот, 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 и когда они все подпевают там, не знаю, рок-н-ролл, мертв, а я еще нет, вот, этого, конечно, у Саши не было. Вот этого планктона, который держит, и ты вот эти, среди этих 400, ну, все равно, ты же больше людей не знаешь, но если 400 вокруг тебя тобой восхищаются, так все тобой восхищаются. Где-то 401-го ты узнаешь, ты в жизни не знаешь. Откройте свою эту, телефонную книжку. после 400-й фамилии вы будете не понимать, кто это там Александр Монтаж, да, когда-то там вбитый по поводу чего-то. Вот тот кризис, про который все вспоминают, когда перестали писаться песни, когда он в какой-то был тоске и непонимании, что делать, вы как-то успели его поймать в этом состоянии, понять, что с ним происходит? Ну, понять это было трудно, потому что ну, как вот будешь про это спрашивать, что не пишется? Ну, нет, я ни разу такого вопроса не задал. Да, вообще вряд ли он сам про это рассказывал, да? Знаешь, старик что-то вот не пишет. Нет, вообще никогда не заводит. Нет, что было хреновое настроение у него, а поскольку до этого был какой-то период, когда он почти не разговаривал с тобой, а просто начинал петь. И это и была форма общения. То, а старое не хотелось петь тоже. Да и потом слышно оно все по дистракту. То вот получалось, что как бы ей трудно общаться. Кстати сказать, вот, к одному из первых ваших вопросов, поэтому я в том числе и тут я не вижу развития, да, потому что они все выпились, выпиались одним куском. Вот этот корпус песен, назовем это так, да, и все. А следующего корпуса песен не было. Вот он выплеснул то, что было, и за этим не последовало следующего этапа. Он прекратил это сам. Может быть, через год, через два бы это что-то бы поменялось в жизни и возникло. Ну, это непредсказуемо. Мне кажется, что он выпил себя вот этого 84-го года. И это выпивание продолжалось в 84-м, 85-м, 86-м. Вот. Мое ощущение, ну, теперь, конечно, задним числом, ну, в общем, и тогда тоже, наверное, было таким. Вы, как бы это сказать, ну, вот, оставив в стороне всю личную историю, если его можно оставить в стороне, как вы смотрите на него сейчас, как на поэта? Существуют ли для вас его тексты в отрыве от музыки? Помните ли вы какие-то его тексты? Я помню очень много текстов. Я помню, я думаю, что я все ключевые песни помню. Я их не перечитываю. Они у меня так звучат. Вот и День Победы я не доиграю. Я же не собирался тут сейчас, ничего, это просто мне, но я это слышу так. Вот. Сегодня ночью дьявольский мороз. Вот я этот самый, я не могу... С голосом. Да, я не могу спутать темп, потому что я никак по-другому это не слышу. Вот. Ну, что ты смелее? Нам нужно лететь. А он еще... У него такая была там же потом жестко, а поначалу я хорошо помню вот это вот. Причем иногда бывало совершенно очаровательное. У него такое херувимское прямо становилось лицо. И он такой, ну что ты смелее? Нам нужно лететь? Таким полуоборотом. Нам нужно лететь? А ну, отвинь там. Все отвинь там. Да. Вот это в казарме проблем банный день промокла тетрадь. Я это помню. Мне и нужно это не перечитывать, не переслушивать. Это во мне звенит. Именно в этом темпе, именно с этими интонациями, с выражениями. И какие-то вещи я знаю в редакциях, которые считаются не каноническими. Например, для меня «Уберите медные трубы». Вот тебе приятель и Прага, вот тебе дружок и Варшава. А в книжках везде напечатано «Хочется качайся налево, хочется качайся направо». Это было из цензурных просто соображений. А вот там есть в сносках, что есть вот вариант. И я там несколько раз рассказывал про этот вариант, потому что он от меня шел. Это я был по Восточной Европе. Он так и остался невыездным. Мы хотели вместе поехать, кстати, в ФРГ. И были там турпутевки. И в общем мы не смогли пробить свои кандидатуры. За деньги даже не получалось. А потом читали, собственно, в газете «Коммунист» про то, как поехавшие череповчане, они, конечно, увидели, ну, за сверкающими ветвелинами они разглядели глубокий, да, изнанку, глубокий кризис породиливший западногерманское общество. Вот. У нас, да, вот тоже общее. У нас был немецкий. Что было не принято, все были с английским, а мы были с немецким. Первые немецкие в школе. Да, и потом в универе, все. Но английский только чего-то такое. Это бы нахватался, а так, конечно. Всякие эльфы и цвельфы вот у этого самого, у Маяковского, да, нам, мы-то ржали от этого, а, ну, те, кто с английским, никогда же никто не приходит. Немецкий тогда уже был совершенно непрестижным. и знать, что 12 по-невельски цвельф, вот, а 11 это эльф, и эльф и цвельф это такой вот каламбур. Вы читали какие-то книжки воспоминаний или книгу Льва Наумова недавно? Да-да-да, я же там есть. Я отчасти ее писал, что называется. Ну, в смысле, я давал интервью. Меня нет, по-моему, в первом издании, по-моему, ко второму изданию он поговорил со мной. Там как-то так складывалось, потому что там он перечисляет всех в какое-то последовательство, и передо мной Троицкий, то есть, видимо, я в первое издание не попал, хотя это ключевая фигура для Сашины Судьбы в Роке. Да, читал. Очень деликатно сделано, по-моему, и очень аккуратно собрано, и все, вот это есть. У меня все три издания. А в музее в Череповце были? Да. Да? Ходил, кстати, с Нелли Николаевной, с мамой, и с Леной, с сестрой. И там, и там стоит, и там собрание сочинения Маяковского в предложении Каганьку красное, с которого мы, собственно, и читали все эти фразы труд и капитал актеров на китал. Так, вы будете свободы, вы будете равенства, братства, поскольку других чувств вы не взываете. Работники всемирной великой армии труда, увивайте победившим пролетариат невидимыми цветами и видимого счастья. Ну, в общем, все это. Да вы такой великий человек, гад, а другая ссылка по вам плачет, имею в виду, журнал. Вот в воспоминаниях не у Наумова, а в каких-то сборниках, сборники, который был издан, там почему-то уже сложился какой-то канон, какой-то вот рассказы о Башлачеве через какие-то странные совпадения мистические, там, сны, видения, что-то такое. Я это все не люблю, вообще не люблю Башлачево ведение, не могу произнести саж баш, например. Веселый такой был. Ну, я с таким общался, тогда с ним не общались еще Башлачево ведом. Всяких ведений, да. Да, да, вот, я был первым Башлачевым ведом, с позволения сказать. Основатель Башлачево, основоположник Башлачево. Нет, но я другая школа, которая быстро, этот самый, я, собственно, написал только вот в Намедни в 88-м году по поводу 30-летия, чего мы встретились. Вот, поэтому, нет, я вот из этого, и потом я повез Артема уже, когда снимали этот фильм в четвертом, что ли, году на России, Лептистский снимал, да? Да, да, но я Сашу не видел, я Сашу не видел, ну, в связи с этим фильмом. Я Артема повез туда, в Коротово, я не знал, я знал, что Олимпиада Павловна давно продала этот дом, но я не знал, что он потом сгорел. Там была соседка напротив, которая, значит, объяснила, я вижу, что место то, но я вижу, что дом-то совсем другой, вообще он какое-то навье, что-то снесли, что ли, что ли, что-то ничего. Оказывается, он сгорел, но уже тогда, когда он не Башлачевским был, ну, в смысле, не Колгановским. Место, которое Башлачев сейчас занимает в сознании людей или на какой-то условной книжной полке в культурной иерархии, оно справедливое? Можно ли себе представить Россию, в которой, ну, вот, в каноне он занимает какую-то другую позицию? Я не знаю этого. Я не знаю, какое это место. Вы не чувствуете этого? Я, да, я, ну, понимаете, для меня это вот, от того, что если бы никто, кроме меня, бы это не читал и не любил, это для меня бы все равно бы так и осталось. То есть я не читаю, я это просто слышу с 84-го года в себе. И я тогда очень корил себя внутренне, ничего Саше не сказал, но когда Артем говорил какие-то точные слова, и я бы еще даже какие-то к ним прибавил вот тогда, после первого этого, про то, как это, как это, соединяет и какую-то, казалось бы, национальную архаику, и этот, и драйв, и ритм, и Высоцкого, и рок, и, вот, значит, какого-то Ивана Африканыча из привычного дела. Хоть Белову и категорический рок не нравился. Вот. И что это очень свежо, новое, это вообще что-то другое, ничего подобного не было, и никто никогда не слышал. Я очень жалел, что я так же думал, но это никогда не говорил, ну, хотя бы потому, что я не знал контекста. Бог увесь, может, там что-нибудь и другое. Я понятия не имел. Вот группа скоморохи, до какой степени скоморошничали, да, ну, вот вообще, вот этот вот фолк-рок, условно говоря, ну, какие я варианты слышал? Ну, Ариэли, Песниры, ну, они мне были неинтересны совершенно. Вот. И, ну, все, но уж с того-то времени, когда я себя в это постудил, и уже потом сам спокойно стал говорить вот все, что угодно еще, даже, может быть, больше, чем тогда Артемий, вот, мне не требуется ни ничья оценка. Я несколько раз спрашивал Льва Наумова, который и по возрасту ничего это не застал, ни прижизненного Башлачева, ни рок-клуба, ни вообще вот этой всей субкультуры, которая как-то вот жила, где-то качалась в районе Сайгона, вот этого кафешки на углу Невского, и чего это, Марата? Или Владимирской? Ну, не суть. А зачем это нужно? А кто это читает? А почему же третье издание? Почему вас туда притянуло? И то, чего он мне говорил, меня никак не удовлетворило, я ничего не понял из этого, что опять приходят поколения, которым это надо. А чего в этом надо? А вы как-то формулировали для себя, или замечали ли вы, что Башлачев во всем этом русском роке, или в рок-поэзии, или в русской музыке изменил? Что после него, и пошло ли что-то после него по-другому? Ну, вы понимаете, я могу только говорить, когда говорят про Янку, когда говорят про Егора Летова, или там что-то. Ну, я этого не слышу, я этого не чувствую. Они для меня другие. А про русский альбом Гребенщикова? Нет, это все другое. Потом, понимаете, какая штука? Очень трудно. Вот он сам один, один голос и одна его гитара. Как только это начинает звучать ансамблем, это какой-то такой коллективный, какая-то совсем другая история начинается, да? Здесь это какое-то очень личное, персональное, от одного идущие. А там это превращается уже в сцену, что-то, концерт, концерт, в альбом. И это меня, я не говорю, что это плохо, это просто другое. И это не позволяет увидеть, а как вот Сашина потом во что-то там это проросло. Там жизнь, а тут произведение. Ну, не знаю, да, ну вот, ведь ищешь же не в том, что, ну-ка, где там они слово, там, не знаю, сермяжное употребили, да, не это же. Ну, вот, да, жизнь, да, где кончается искусство и дышит почва и судьба, да, так вот там, там и не начиналось искусство, там дышала почва и судьба, а ансамбль, для того, чтобы это получилось, альбом и концерт, собран не был. Я не знаю, как бы это было. У Артема была идея, что Пугачеву бы пело оно от винта. Не знаю, что бы сделал Саша Юдин, вот, руководитель ансамбля «Рецитал». Ну, что ты смелей, нам нужно лететь. Мне трудно сказать топ-5 Башлачева, потому что как-то они для меня неразъемны. Но все-таки, если пытаться, то для меня лично, для меня самая близкая мне родная песня, не значит, что это так топовая. Это все-таки некому березу заломать. Уберите медные трубы, натяните струны стальные, а не то сломайте зубы, обшироты наши смурные. А не «Время колокольчиков», которое обычно такая эмблемная песня и всеми воспринимается как вот такой главный Башлачевский манифест. Вот пусть она, скажем, будет второй. Наверное, «Пасашок», «Ванюша» и «Оно от винта все от винта». Не знаю, как это официально называется. Вот «В казаме проблем, банный день промокла тетрадь». Ну, в общем, «Все от винта», мне кажется, это и так понятно. «Все от винта». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!